На этих кадрах оперативной съёмки зафиксирована работа чёрных лесорубов и их бригадира Александра Степанова. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Осташковский международный суд признал Степанова в совершении трёх преступлений за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере и назначил наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 4 года в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься лесозаготовительной деятельностью на срок 2 года. Суд взыскал со Степанова в счёт возмещения ущерба, причинённого преступлением в доход бюджета Осташковского городского округа, 22 миллиона 79 тысяч 882 рубля. Приговор в законную силу не вступил. На своих экранах вы видите задержание оперативниками уголовного розыска УМВД России по городу Твери, 18-летнего жителя столицы, причастного к дистанционному мошенничеству. Предварительно установлено, что фигурант исполнял роль курьера, который приезжал к обманутым гражданам и забирал деньги. Одной из жертв подозреваемого стал 76-летний пенсионер, которому позвонили мнимые сотрудники банка и сообщили, что некто с такой же фамилией пытается снять деньги со счёта пенсионера. Чтобы спасти сбережения, необходимо как можно скорее перевести все деньги на защищённый счёт. Пенсионер поверил в легенду аферистов и не посоветовался с родными. Не нужно ваши деньги срочно перевести в другой банк. Поэтому срочно выезжайте, и мы будем с вами вместе снимать эти деньги и переводить в другой банк. Ну вот я выехал, приехал, деньги я снял, вышел на улицу, позвонил ей, что я деньги снял. Она сказала, ждите, в некоторое время с вами будет говорить наш следователь, который будет контролировать ваши действия и помогать вам, чтобы всё прошло нормально. В определённый час к пенсионеру подошёл молодой человек, назвал имя лжесотрудника банка и кот. В момент передачи денежной суммы в 280 тысяч рублей полицейские с поличным задержали курьера-мошенника. Молодой человек сознался всодеянным и пояснил, что занимался преступной деятельностью в качестве заработка. От суммы, полученной с обманутых граждан фигурант, забирал себе небольшой процент. Остальные отправлял своим подельникам. По данному факту, следственным подразделениям Центрального отдела полиции УМВД России по городу Твери возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Максимальное наказание предусматривает до 6 лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех лиц, причастных к противоправным действиям. Продолжение следует...